Продолжение следует... ...которые вызывают у людей удивление, что на эту тему можно говорить. И находятся мудрецы, которые говорят на эти темы. Но есть одна тема, главнейшая тема, так она называется. И когда начинаешь в нее вникать, это меньше всего знают. Иван Галитар Матфея, 22 глава, 37 стих. Человек желает спастись. Что мне сделать, чтобы спастись? Господь говорит заповеди, какие? Иисус сказал, вас люби, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всем разумением твоим. Три пункта. Дальше. В Евангелии от Марка пишет, 12 главе. Когда Господь говорит, какие заповеди? Он говорит, возлюби всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепкостью. Господь говорит, разумно отвечал. На Оно добавил еще и крепостью, чего в заповеди и не было. Видите как, сразу что-то начинает открываться. И Антона Узвер не пропускает, без значения, знака одного, букву одной. А здесь два слова. Он ответил и добавил. Хотя притча Соломона, 30 глава, 6-5 стих, говорят, не прибавляй к словам его, чтобы он, Бог, не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. К словам Божьим нельзя еще добавлять. В церкви есть две молитвы, в которые в торце человеческий разум добавили, как будто никто не видит. К Божьим словам ничего нельзя добавить. Говорит Ладыка Лебра и Земли. Отче наш добавляет Отца и Сына и Святого Духа. Этого нету там. Ну а что, это плохо? Ты не рассуждай. Второзаконие написано, не добавляй. И откровение заканчивается. Кто добавляет язвы на ложу. Кто убавляет лишь у Царства Небесного. Я не прибавляю, так написано. Зачем? От страха передавим. Или вот Божья Матерь закажет припев счастнейшую хирургию. Просчитайте как есть, а потом это отдельно. Нет. Кто это сделал? Сегодня я и сделал до конца. Ясно откуда идет. Это где-то там, в древности. В пятом веке. Профессор Скабаринович пишет это. Преподаватель академии киевской древесторной. А здесь похвалил. А почему? Господь сказал Адаму, не вкушай. День, когда ты вкусишь, от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. А когда Ева разговаривает со змеем, то речь ее ведет. И не прикасайся. Откуда она взяла это? Вывод делается такой, что когда Адам ей передавал, а когда Адам получал заповедь, ее еще и не было. Школьник отсутствовал. А он теперь в роли учителя ей говорит, очевидно, женское любопытство подвергло протянуть руку. А чем же яблоко, не яблоко, плод это отречается-то? И не прикасайся. Это хорошо. Это хорошо. И хорошо не прикасать их женщинам, как салфаев говорит. Дальше идет как? А дальше уже все. Дальше оковы. И вот здесь, говорит, крепостью. А почему? Я стал смотреть, молиться об этом деле. Это речь идет о том, что Яков говорит, вы говорите, мы поедем в какой-то город, будем торговать, продавать там что-то. Вы, жизнь которой пар, возникающая на краткое время, затем исчезающую. Вы не знаете, что завтра будете. Вот я вчера в Барнауле был, я не знал, доеду я, думаю, или нет. С этой мыслью сел, ну, вылез. Поехал, не знал, полегшит мне или нет. Неделю пробыл. Господь поднял мне ноги. А вы говорите, если Господу угодно будет и живы будем. Два условия. Вот это и есть крепость. Заповедь-то есть. А если у меня силы не будет, а я больной? А как проверить? Если любите меня, Господь говорит, любовь по одному признаку узнается. А я люблю Господа. Аллилуйя, буду петь на каждом шагу. Нет, любите меня, он говорит, соблюдите мои заповеди. Мои заповеди, которые скрыты от народа. Люди практически ничего не знают. И вот исследуя это место, я увидел, и юноша не случайно сказал. Очевидно, раввины вне следу поправку, не поправку, а добавку, которая ничего не изменяла, по сути. Она говорила о крепости. Всею крепостью. А вот тут, оказывается, еще и загрузка. Если силы-то есть, молодой, где? Лучший аппарат, труд и болезнь. А для Господа? Ты когда Господу будешь служить? Ну, вот кончу школу. Ладно, сейчас некогда. А потом, мне сейчас некогда в институт поступаю. А потом мне некогда не женился. А теперь детей надо вырастить. Внуков пристроить надо. И все кончилось. Черный ворон выклювал глаза. Человек обольстился. Я стал далее исследовать, и что увидел. А вот здесь нужно просто напрячь свою память. Я могу... Это все будет стоять у нас в интернете. Хрок Исаия, 8 глава, 20 стих. Молодой человек может запомнить. Исаия, 8 глава, 20 стих. Не случайно. Мне по материалам в интернете известны Дмитрий Смирнов, отец Андрей Ткачев, очень речистый, быстро говорит. Андрей Кураев, он приезжал, мы лично встречались. Мои книги все у него есть. Ну и я буду перечислять много там. Митрополита, он не встречался с ним, Иларион. Ну, близко знакомствует все материалы, стараясь прочитать. Ихана Шевкунова, Митрополита Тековский. Ошибка всех людей заключается в том, что они думают, что к ним пришли люди. А человек так и думает. Человек пришел к Богу. И через тебя, как через сосуд Божий, узнать в воле его. Вот смысл-то в чем? Вот я разбираю в высшем книге Авросия Юрасова. Он неоднократно перешал, но близко знакомый. Он с Алтайского края. И подробно разбираю все его вопросы. Вопросы и ответы. Примерно 6% только правильно. 94% ветром раздувает. Бабушка одного с ней видела. Соседка сказала. Слышал где-то в детстве. Люди пришли ни басни слушать. Исайя 8, 21 говорит. Обратитесь к закону и к откровению. К Святой Библии. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. А света нет у Бога, нет серенькой мглы. Ну так маленько верят. Нет. Или да, или нет. Рай и ад. Чистилище придумали католики. Нет у них света. В ответах нет света. Я начал разбирать. У меня в книгах это все отображено. Вот как ему вопрос задают. Как он отмечает. А дальше я делаю к этому разбор. Как надо. Какие ошибки сделаны. Я не могу не сказать, что нет ошибки. Потому что отмечает вопреки Слову Божию. Я разбирал ответы Осипова. Тогда был митрополит еще Смоленский и Калининградский. Кирилл и Патриарх Алексея Второго. Результат везде одинаковый. Я не критику навожу. Я просто должен посмотреть. Люди, получив ответ, ссылаются на него и говорят, а он так сказал. Я говорю, ну это вопреки Слову Божию. Еще вы с Библией носитесь, как баптисты. Это уже запредельно. 12.48 Евангелие от Яна. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Я это просчитал в 62-м году. Считай, сколько лет прошло? 57. И для меня это была грань, через которую я решил переходить по этому стиху. Все, что до этого знал, я родился здесь, в Киржанской семье старообрядческой. Я увидел все не по Слову Божию, что есть суд Божий. Мама вложила в нас это. Страх Божий. Это нельзя, вот это нельзя, женщинами нельзя, воровать нельзя, скорносоить нельзя. И Бог от этого сохранил. Но дальше-то ни одного шага не было. Я все еще хрул в храм. Ставлю свечки две, Божьей Матери и Христу. Божья Матерь для меня была выше. Почему? Я рассуждаю по человечеству, правильно, мать, почтение к сыну. Но когда в Слове Божьем увидел, она говорит, что скажет, сделайте. По слову ее поступайте. Она не претендовала на роль богини, цариста небесной. Вот, все, жена, сын твой. А кто сын? Второй я, говорит, я англотовост. Я стал подробно еще смотреть, какие ответы могут дать люди. Ответ очень простой. Все, повторяю, у меня в книгах, открытый локом, у меня 33 тома, по 750 без страницы. Там тысячи проповедей, о которых я говорил в храмах в разных, как от этого избавиться. Говорящий должен вопросить Бога. Я ему не буду говорить. Повторяю, Исайя 8.20. Если они не говорят, как Слово Божие, нет в них света, а проверкнуть от них кто не может. Янглотовост иногда говорит просто как бы интригующе. Знаете, я знаю, что история интересная. Иногда скажут, да какое это интересно, я ничего интересного в этом не нахожу. Вот простой берет пример. Вот лот. Кто он такой? Племянник. Знатому человеку, избранному Богом. И что? Когда сетевер стал говорить, что надо выйти из города, им показалось, что он шутит. Это не на пустом месте шутит. Сегодня в притворах храма танцуют, бальные танцы устраивают, в интернете все это выставлено. Прямо стоят священники, все это, они забирают ноги, подпрыгивают, если не видели, посмотрите. Я не буду уж называть Астровских этих, вы их сами знаете. Прямо выступает и говорит, устарело время, когда Библии верили. Написано в Библии, он прямо стоит, опровергает, его не запрещают, как головина Владимира. Прямо против Библии открыт и говорит, в интернете стоит, перед ним народ. Вот, я их могу назвать, этих священников? На этой неделе произведем подсчет, сколько я провел за компьютером. Примерно сто тысяч часов. В книгу Денисов два раза больше, чем самое большое. И поэтому говорю о том, что конкретно почувствовал и увидел. Эти люди у меня вызывают одно только, жалость и желание молитвы. Это не все в моей молитве, ежедневной и ночной. Господи, не мне их останавливать. Покажи, как Бог будет судить. Как страшно впасть в руки Бога живого, написано. Мы читаем. Господь говорит, когда сказал, как было слово, нет ли их света. Дальше. Больше всех заповедей стих, заповедь угождения Богу. Первая книга Сарс, 15-22. И лучше всяких жертв. Когда жертву он приносит, Саул, а ему пророк Самуил это сказал. Лучше всяких сосажений, поминовения Богу. Я всегда рад. Великий, Владыка Сергия у нас здесь. Вы на моей молитве, как мы договорились, ежедневно, несколько раз прошу не забывать молиться обо мне. Потому что много врагов. Мне пришлось заблокировать только в интернете, который прямо с вернословия на меня идет, больше 10 тысяч человек. Если вместо взять патриарха, Путина, намного меньше на них нападок. Почему? Я ничего не добавляю. Я просто открываю слово Божие, даю толкование святых отцов, канон церкви, на него ссылаюсь. Ничего нету в этом. Я вам книги дарил, помните, кисло православие. Мои книги брали на исследование. Три. Ататульская, Новокузнецкая, Кеверская епархии. Отослали в монастырь по навету в Одессе. И наконец занялся ими Дворкин, Александр Леонидович и Киево-Пещерская лавра. Считаю, это центр. Худо, бедно, 15 лет занимается, ни одного слова ответа нету. Я говорю, а почему они меня на суть не вызовут-то? Мне ответ поступил. А они что, смертники разве? Самоубийцы? Я отвечаю на каждый вопрос по четырем параметрам. Первое. Что об этом говорит Святая Библия? С неэкономическими книгами. 77 книг. Что об этом говорят святые отцы в патрологии? Это 300 томов полянтов. 300. Что говорят об этом святые каноны? 719 правил. Что говорят жития святых? 1173 жителя. А после этого говорю, что говорит мировая поэзия добавляю. Что говорят знатные люди. И как мы в действительности видим. Каждый ответ. И таких ответов у меня в интернете, которые успели захватить. 4124. Я одновременно его занятия в пяти университетах, всех отделах милиции, три радиопрограммы. От этого ни разу не отступил. И ни разу не был по сравнению. Не потому что какой-то талант, а потому что Бог дал страх. Я каждый день умираю. Каждый день перед Сою, перед Ним. И вот хотелось здесь дать статистику. Я очень любил математику. Бог любит всех. Это все инсектанты говорят. Бог судит грех, но не грешника. Какие-то все-таки. Как будто грех это какой-то студень, а мега валяется где-то. А человек чистенький стоит. Это мой грех, я сегодня на него не смотрю. Нет. Премудрость Соломона, 7 глава, 28 сии, говорит так. Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью. Вот и все, Павла. Все свои словия улетели, как ветер. Бог никого не любит. А поэтому премудростью это надо преисполнять. А премудрость что такое? Высекал себе хоромы, сколько столпов. Вы все время считаете это? Так вот, я решил узнать, а можно ли это постигнуть. Мне на память приходит отец Юрьевич Шмидт, исследователь Севера. Он их уже в студентах показал себя. Чтобы быть культурным человеком, какие книги надо прочитать? Мы же из книг это берем-то. Профессор дал ему список, очевидно, готовый на завтра. Он прочитал их. И сколько надо прочитать? Он говорит, ну, где-то в 120 лет. Так я же столько не проживу. Поэтому вопрос поставить по-другому. Без чего нельзя жить? Крайне необходимо будет. Он еще студент. Он ему повычеркивал там и оставил сколько там. А это сколько надо? К примеру, 50 лет. Ну, я же не буду за этими книгами сидеть. А теперь научись быстро считать по диагонали. Я с таким человеком встретился, когда сидел в камере. Лозин Анатолий Максимович, преподаватель второй группы с манавтом. Туда придурков не брали. Голова. Он в день прочитывал две книги. Две. Ну, они небольшие, там, 400 страниц где-то. Я пытался его узнать. Открывает книгу. Вот такой лидерой. Я первый раз вижу. Грузинский писатель. Ни разу у меня не встречался. Я говорю, вот такой поступок был. Вот как-то так, чтобы он не начинает цитировать. Не просто как-то, а как написано Анафема Куприна, там, протодиаком был. Еще в семинарии много запоминал. Он говорит, чудовищно, чудовищно развитая память. Неприменимо, но все-таки. Значит, нужно брать главное из того, что отец сейчас сказал. Тебе уже не постигнут. А мне вот 81-й год. Чего ты? Я на старом жиру живу. А, на вас авторитет ваш работает. Но я на мой авторитет работал больше половека. Так что тут. Мое я нигде ничего не взял. Так вот читаю. Слово сердце, чтобы тебе его знать, говорит. Всем сердцем. А что такое сердце? Это не 450 грамм, которые там колотятся без отдыха. А что-то другое. А что сегодня в Википедии, в интернете можно узнать. Так вот, слово сердце в Библии встречается 1064 раза. И чтобы узнать, вот тебе теперь в жизни Библию мы должны знать от корки до корки. Как правило, люди верующие стараются за год прочитать Библию. Есть люди, которые считают больше. Я не сторонник никаких этих условий, но ежедневно надо заниматься. Душа больше тела. Конечно. И поэтому она в пище нуждается больше, чем тело. Мы за столом больше права в грехе, чем за Библией. Тут даже гадать не надо. И лишнее нам прикосновение к Святой Библии, к Слову Божию не будет. Я видела ангела, который летел посередине неба и нес вечное Евангелие. Все библиотеки сгорели. Одно Евангелие в мире. Одно Евангелие. Вот у меня в каждой книге, делая я ссылок, прямо глава стих, проповедя, в каждом турне, их 33, в среднем 3000 раз. Тысячи. Это то, что я говорю, со ссылкой на Слово Божие. Я стал тогда заниматься златоустом. Я 12-м отрыва считал в советское время, распространил эти катушки. У него до 70 раз. А то как Библию знать? Я пользуюсь симфонией иногда. Тем более сейчас поисковик сделал. Помнить вы его не запомните. Когда я оттуда копировал, меня заинтересовал, кто мог сделать такое чудо. Мне не надо перепечатывать. Я раз копировал, вставил. И наконец мне сказали, это студент из Вьетнама. Тимофей Ха. Я сразу же связь с его установил. Послал ему большие подарки. Как вы помогли мне. Вот я спрашиваю, когда... Ну я во всех отделах милиции в Баруле много лет вел занятия. Больше ни одного там священника не было еще. В летном училище. Это военное. В городском обои и в краевом. Иногда человек 750 офицеров сидит только. Я перед ними говорил. Про свой вопрос задавал. Вот это у вас тут трикола. Что означает? Повторяю, ни один не может ответить. Красно, синяя, белая. Когда я объясняю, ни одного возражения еще никогда не было. И в интернете нет. Теперь, если спросите, там покажут на мою фамилию и ответ. А почему? Я молился. Я это принял как откровение. Я отвлекаюсь к этому маленько. Но относительно плохо сказать. У меня куражка такая. Жена Шила. Трикола моя. Первая. Вне конфессиональная, вневременная. Вечная. Я работал на корабле. Учился в мореходном училище. Знал все флаги мира. Государств, которые имеют выход к морю. Но которые посередине. Вон они плавают там. Пахники где-то. Наш флаг единственный в мире. За всю мировую историю. Такой. Божественный. Флаг проповедь. Мусульмане рождаются в крови. Православные. Баптисты. Сектанты. Католики. Буддисты. Все рождаются в крови. Нижняя кровь. И на крови все основано. Вот это наша жизнь. Говорит. Кто мы? Земные. И все, кто водами умирает. Это все включено в первая полоса. Притом не как-то в сторону, а прямо дальше. Человек должен поднимать глаза к небу. Помышляю о тебе горнем, а не земном. Синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести угроз. И третье мы считаем. Откровение. И видел я великий белый престол. И от лица сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, не нашлось места. Вот. Синее, белое. Повторяю. Это нельзя объяснить. Это Бог дал России. Это не флаг. Это проповедь. Ни одного возражения я не получил за полста лет. Ни от кого. Притом очень просто. Объясните, что означает синее. Ну, понятно. Англия, волнистая, владыща Самарии. Американцы, там звездочки, масоны, знают, что сказать. Здесь ничего. Конечно, эту курицу двуглавую убрать, если. Это настоящая проповедь. И вот здесь мы считаем. Что такое сердце. Тысячу шестьдесят четыре раза. Цифры эти я не знаю. Я сейчас спрашиваю людей, кто изобрел телефон. Вот. В больнице я сейчас был. В поликлинике. Кто-то стоит, одежду подает, а сам давит на этот. Другие сидят, разговаривают. Любимый ребенок идет. Какое распространение. Самое распространенное за мировую историю. Вот это чудо. Разговаривать с кем-то можно. Смотреть по нему можно. А кто изобрел? А кто его знает? Тим Бернеттс. Линии изобретал. А кто? Ну-ка. Мартин Купер. Я ежедневно молюсь, ежедневно за Тимофея Ха. Он не православный. Протестанты успели перехватить. Православные зачем им надо? Нет. Свечки по комфорте теперь уже не будет. Он для вас списанный. А вот этот человек, Мартин Купер, вот это вот. А в Дарвине работала какая-то организация, он называет. И когда я им с моста Бруклинского позвонил, они откуда звонишь? Я сказал, с Бруклинского моста. Я, говорит, услышал, скрежет зубовный. То есть они опоздали. Он первый в мировой истории вошел. А Тим Бернеттс и Тимопей. Это интернет. И я за них ежедневно, вот эта тройка у меня, ежедневно молитвах. Обрати, Господи. Воздай добром, чтобы эти изобретения были только на доброе. Я разговариваю с Богом, выражаю желание, чем пользуюсь. И вот слово душа встречается 889 раз. Стощество, как бы не Тимопей, я бы это не смог сделать. Дальше. Ум всего лишь 67. То ли недостаток ума или канон. А в увеличении ума на ум будут молиться. У православных все разложено по полочкам. Кому зубы болят, молиться? Антипе. Почему? Ему голову отсекли, а в голове зубы есть. Вот это вообще. Пожар не упаля. Запился неупалимая купина. И Божью Матери в рюмку посадили, пока до зона сошли. С чего же ради она будет сидеть на тебе? А неупиваемая. Самое название говорит, вам никогда не выпить. Господь умер за нас. Пьяный с Иссарства Божия не наследует. Господи, Матерь Божия. Разбей все эти склянки и банки, куда рисуют тебя. Чтобы она упиваемая была. Выпитая, выброшенная. Самая запивающаяся нация. Больше нас только сейчас еще одно маленькое государство появилось. В среднем. Дальше. Ум 67 раз. Слово крепость 149. И дальше. Что-то у меня тут написано какое-то слово. 88 раз. Тимофей Хан написано. Как? Тимофей Хан написано. А, это я о нем написал. Вот как раз и здесь. В общей сложности. Вот. Крепость. Сердце. И прочее. 2173 раза надо открыть Библию, чтобы узнать эти только... Что означает оно? 2173 раза. Просто подними руку. Кто открывал Библию в своей жизни? Просто все ушло со стола. Никого нету. Не буду девиза смотреть. Дай я открою, что мне Бог скажет. И тогда ты не отойдуешься. 2173 раза. Я даю данных, которых нет. А то я их сам добывал. Господь сказал так. Иисус Христос. Евангелие от Иоанна. 5 глава. 39 стих. Я это запомнил в первый день, когда мне дали Библию. 23 года. Он говорит. Исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они, Писание, свидетельствуют о мне. Хочется сказать, чтобы вы своим прихожанам это говорили. Исследуйте Писание. Ибо вы хотите в рай? Все хотят. До грехи, как не пускают. Исследуйте. Ибо через них... А говорил он в Ветхом Завете. В Новом Завете еще Писания ни одного не было. Думайте иметь жизнь вечную. Мы думаем только. Здесь каждое слово понятно. Не будете иметь, а думаете иметь. А когда-когда в точности исполнишь. Иисус Анавина 1.8 говорит. Салом 111, 118. Как изгарь отметаешь, Господь говорит, всех нечестивых земли. Я люблю откровения. 118 и следующий 119 стих. Как изгарь. Значит, в этой изгаре, ну, окалина какая-то появляется. Хозяйство сковородку там чистит. Это могу оказаться я не просто просчитать, а войти в это. Сопереживание. Сколько там людей уже. Слово Божие скучно кажется. Скучно. Я могу поделиться опытом. Когда мы раньше ездили в мостопое, где работали, в Барнауле 140, и бесплатный билет в любой конец страны, раз мы в железнодорожнике, как считаемся, в любой конец. Так мы делали как? Брали до родителей доехать в Фрунзе, а дальше в Баку, а дальше Тодесса, Кишинев, Санкт-Петербург. Это мы в один колесо едем. И везде была проповедь. Вот мы однажды едем с батюшкой. Кажется, ехали уже из Сталина в Москву. Ну, я стал говорить. И начнешь говорить, говорит, Библия скучная. Он живой свидетель. Вот в вагоне пройти невозможно. Проводница никто не может пройти. На полках везде под бою лежат. И, наконец, когда я кончил, а уже ночь, они пошли постель брать, и никого нет. Батюшка говорит, беспрекаянные овцы-то ходят. Им деваться некуда. Они остались здесь. Они слышали. Куда они придут? Где? Ну, мимо православной церкви уже не пройдут. Сколько вопросов было. А обстановка изменилась. Как патриарх Кирилл говорит, раньше было колокол ударить, спешат в церковь. А сегодня хоть и с пушки бегают, ни один не пошевелиться. Батюшка говорит, просто, простой портник, не с мященнической беседой. Сейчас, говорит, с крестом, но только одна что-то сказала, а колокол церкви, что ли, пьяная лежит там под ней, батюшка. Какой день-то сегодня, с праздником. Какой праздник? Голову, креститель, отрубили. У нас все перевернуто. Вообще не нуждаются. Я в Андрея Кураеву высчитал и согласен с ним. Церковь была гонимая. Вот слово гонимая, я останавливаюсь. Мы сидим за столом. Здесь несколько епископов сидят, митрополит. Обед. Митрополит Виталий в Нью-Йорке, в Синонии. Я ему сказал о нашей общине. И тогда Иларион был секретарем, не епископом был. Сейчас он митрополит. Сегодня поминали его. И как бы вы хотели назвать? А я уже насчитал «Житие от святых», а потом составил симфонию. На «Житие от тоже книга». В общей сложности мне почти 10 раз пришлось их молотить, искать, составлять каталоги, каталоги, сопроводительные документы. Каждая порция. За это 240 часов слушать 12 томов Дмитрия Ростовского. Я еще взял второго степени Рома на столе книги священнослужителя, патриарши, и стоят 74, кажется, новых «Жития», которые тут даже включил. Я говорю, а Амфима Никомедийского? А кто это такой? Я один не знаю. У нас все знают про Александра Невского, а я про него ничего не знаю. Я знаю про Алексея, который принял схему. Понимаете? Мы должны понимать. Князь Владимир. Нет Владимира. Владимир это... У Соломона было тысячу жен, но у него две тысячи. Родного брата убило за жены. Родного брата. И дальше что у него будет? Мы знаем Василия, который принял святое крещение. И теперь вся биография во имя Василия. Не Шукшина, как там храм во имя Василия Владимира поставили. Это все надо посмотреть под оплёпу. Откуда это идет? Когда начинаешь разбор это делать, и ты видишь, что мы не туда идем. Андрей Порев говорит. Церковь была гонимая. Я говорю, да. Вот почему вы избрали Анфима Некомедийского? Это единственный за мировую историю книгу Гидиса можно занести. У него был приход в самой столице Некомедии 32 тысячи. Все вошли в небо. Такого не может быть. Может быть. Они знали, что враг готовится уничтожать тех, кто не принесет жертву. Жертвенники поставили, мясо пуски. Выйди из храма, положи. Ни один не вышел. Увидели, впереди женщина бежит, остановили. Бежит, дверь не закрыла, ребенка. Ты куда? В храм христианский. А ты знаешь, что сегодня сжигать будут их? Я знаю и бегу, чтобы вместе с ними быть. А ребенка зачем? Чтобы ребенок был со мной. Вот как надо воспитывать. Они так. Пошел в институт. Дочь и сын. Все. Расхлепался, и нигде ничего нет. Вообще ничего нет. Волю ищу. А они искали неволю. Сегодня говорили, вот брат Игорь считал златоусство, смирение перед Богом. Имейте страх Божий. И когда страх Божий есть, все остальное Господь прилагает к тому, что есть. Когда мы начинаем исследовать историю Руси, мы видим, народ не знал Бога. Вот с 17-18 года собор. Патриарх Тихон. Охраняет уже красношлемые витязи. А шлем это шило, царское правительство. Стоит с винтовкой. Лепископ проходит мимо и говорит. Разве в Евангелии так написано? Вы стоите, курите, ругаетесь. А вы нам Евангелие дали? Мы только крышку целовали. Это пишет профессор Владимир Фельмонович Марсенковский. Это реально. А дальше солдаты устали ждать, разойтись. А дальше пошли по этапу. И Россия на Голгофу за царем. Почему? Бога-то не знали. В революции нужно сказать, что из сектантов ни один не принял участие. Библия отбила все. Она поставила на свое место. Я говорю на сегодняшний день. Образовывать надо простые, понятные курсы. Я в прошлый раз вам говорил на ползу. Иногда люди видят. Говоришь, ну, вам только президентом быть или патриархом. Я говорю, водилы и король, и бог рог мне дают. Раз. А во-вторых, что бы я сделал с будущим патриархом? У меня программа в интернете стоит. Первое. Я потребую никаких смятейших. Сегодня же по телефону, по интернету прекратить строительство храмов, чесловин, монастырей. Рассчитаться с должниками. Нам этих храмов по-за глазах хватает, полупустые стоят. Рассчитать саталитически уже не могут. Все, обращайтесь за помощью. Значит, это первое. Второе. На следующий день я открываю тысячи училищ. Тысячу. Да где вы возьмете училищ? А я уже договорился. Я пошел во все в Маловызовское, Три, в Москве и договорился. У вас есть люди, которые хотели бы православным дать понятие о любви к Богу, ко Христу и к Библии? Конечно. А вы могли бы найти таких, которые православные учения даже пальцами занимали, даже языком не пошевели? Ни Божью Матерь, ни... Ну ничего, ни литургии, ничего. Только согласно Слову Божию. Чтобы вас не знали, что они баптисты. Согласны. Тысячу человек дадите, мы можем больше дать. Понятно? Нас бы они научили. Я это что, Библию узнают? Я это узнал как раз от сектанта. На корабля сошел. А меня Бог, Господь, поймал на бабушках. Я бабушек. Бедная, забитая, что-то просит и старался всегда помочь. Бабушка несет лечник. Я подскочил. Моряк. 23 года. Учился в училище высшим мереходом. У меня сила брызжет со всех сторон. А тут бабушка дала, я несу. А баба, а у вас здесь молятся? Она говорит, а вот здание стоит. Я смотрю крест, а крест четверканечный. А кто они такие? Я боюсь. Я смотрел тучи на борст, как сектанты жертву приносят. Ты меня не проведешь. Да вот такие. А я там был 3,5 месяца, когда уже работал. Потом латышский язык уже знал. Захожу, говорят, я ничего не понимаю. Валерий подошел и говорит, а вы кто будете? Я говорю, в корабля. Но я не понимаю, как вы мне отвечаете по-латышски. Я эти слова не знаю. Он говорит, там в двери, там русское собрание. Я зашел, там говорят, я и там не понимаю по-русски. А у них Нагорная пропасть была на большой простыне, вышита нитками малинек, красиво так. И один человек только вышел за мной, а мне билет, пенот, сошел. И он как-то заходил в гости. Карла Розенберг, 18-4, Евгения Михаила Александровича. Я к нему зашел. 27 сентября 17.00, 1962 год. И они спросили меня только, а вы верите, что за вас Христос нужен? Умер. Почему-то мне не надо было доказать. Да, он кровь свою пролил, страдания на кресте тебя он искупил. Да. А хотели бы помолиться? Конечно. А что? Да стой мечтать начало. В какой-то судеба радуйся. Я клаливаюсь, а у них 50-ники, разные языки классовали. Они думают, дух сошел, а я ветер-то поднимаю. Я, ну проси, чего тебе надо? Ничего не надо мне. И вдруг мне мысль. У меня веры-то нет. Я сказал, Господи, дай мне веру, что ты говоришь. Не люди говорят. Я устал в этой жизни. У меня все открыто. За границей, я знаю, буду работать. Знание языков. И вдруг пустота. Я сказал, дай мне веру, Господи. Вот как, когда туристы в горах бывают, когда снимут этот тяжелый рюкзак, еще время какое-то ты чувствуешь. У меня такое, как будто даже качнулся. И как будто, я ничего не знаю, как будто верю, 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 вот так вот. Я встал. У меня желание другими поделиться. И в этот вечер на корабле все узнали, когда я шагнул. Христос умер за нас, живем неправильно. Это сейчас Слово Божие. Отцы, я вам говорю, это не с упреком. Вы еще живы. Посмотрите. Все ли ладно? Спасно. Православие стремительно исчезает. Сектантов сегодня почти в два раза больше. А они возникли, то что там от Мартина Лютера, там еще когда появились. А почему люди еще не знают? Я буду называть больших людей. Вот заслуженный артист СССР, Юрий Богачев. Спел сам в дребезги. И вдруг два молодых человека, он идет похмелиться. А уже вы выгнали с работы везде. Сын и дочь олимпийские чемпионы. Вот семейка подобралась. Они ему стали говорить, пригласили. Он в первый же день у них покаялся. У меня, говорит, самый лютый враг в жизни была теща. Когда я вернулся домой, я говорю, мама, я виновен был. Прости, я упал. Она от меня отшел носом. Артист, она говорит, опять как-то сцену разыгрывали. Это Бог взял. Почему он не православный? Но увидел его в священник, когда он уже не пьет. Вот, баптистами, ну что, душу продал сатаня через баптистов, через дорогу кричит. Я не стал, говорит, отвечать. А я только подумал, отец, к тебе же встречался он сколько раз. Встречался, и ничего не было. Вот от Ник Войчич, рук, ног нету. И с папой, и с президентами встречался, миллионером стал. Рук нету, он просто на столе стоит, вот кукла какая-то. И какая фотомодель вышла за него. И он сидит, и лежит в постели. Он все делает, и прыгает, и что там, борется. Серб. Прямо по природе быть православным, ничуть не бывало. Каких людей мы упустили. И упустили по небрежению. Вот об этом Андрей Кураев говорит. Я к нему возвращаюсь. Церковь была, говорит, была и при небрежении. Так сжигали с епископом. В гонениях. Но в презрении, в котором сейчас она никогда не была. Сильно ссылается много на богатство. А богатство корень всех зол. Если кто даже не знает, я это могу назвать. Первое темопею, 6 глава, 10 стих. Корень всех зол. Видят какие-то лимузины, я никого не вижу. Тебе говорят, ты прими. Люди видят. Почему так? Какие-то там называют машины, священники приезжают. Один священник разнался, двух зановил. Двух человек. Третий в реанимации лежит, они ремонтировали дорогу. И он в них врезался. 140 километров угнал по Москве. И пока дело дошло до расследования, что видео записали, где все исчезло, где это все куплено. Люди там видят. Это что такое? И он опять, вопреки комонов, теперь и дальше он служит, и фамилии, все показано. Другого вытаскивают из кабины, он шатается, не может. И что попало в бреде? Здоровый священник. Ну и признает епархия. Да, мы меры принимаем. Какие меры? Я не соседшийся, Боже, не соседшийся. Я ни на что не претендую. Просто живым говорю. Берегите себя. Знаете, вот человек идет, сидит толпой. Да я маленький такой. Мне вообще не видать, как я одетый. А если поднять на педеста, у меня ведь нормальные сапоги, ну и все остальное. Поэтому человек, который на высоте, за ним очень внимательно глядят. Я не лицемерю отцы. На днях было так. Я пошел, написал заявление ФСБ, бывшее КГБ. Пересмотреть мое дело. Я реабилитирован в 86-м году судили. И потребовал, чтобы меня проверили на детекторе лжи. Обычно они отбрасывают. Здесь нет, подошел человек, все добавки дал, какие расспросили. Статья 193 угласила распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественных государственных строй. Я знал бы регонения, брал интервью, а вы сказали, я заранее знал, что не было, и говорил. А и принес газету. Владимир Владимирович Путин, Наталья Дмитриевна Солженицына, рассуждает из трех книг, какую преподавать в университетах школах. Со мной рядом там садите Путина. Ну это было время, я говорю, истина, всегда остается истина. Причем тут время. Ну да, ну давайте мне. Если у вас за деньги, я заплачу. У меня пенсия 8141 рубль, 33 копейки. Ответа пока нет. И я, конечно, сказал, сколько мы у кого имеем. И вот сегодня вы приехали, я вчера еще не знал, что скажу на эту главную заповедь. Возлюби Господа Бога, Творца Твоего. Я ночью помолился и вдруг мне как открыто. Такая тема нужная, но важнейшая, главнейшая заповедь. А сколько в ней сокрыто, сколько не использовано, сколько непонятого. Как это открыть? Любовью Богу. Скажи, я узнаю, что такое сердце. Как любить сердце? Нам говорят, да, владыка, он просто так там клещет на всякое. Ему тоже на что-то говорят. Я считаю, вот это время для потерянки. В религиозном плане, золотым временем, что здесь владыка. Он погасил все, что было. Какое дал народную линию. Я вчера еще раз перечитал до слез. Владыка, искренне, земно кланяюсь вам. От леса всех потеряются. Аминь. Аминь. Спаси Господи. Молодцы, мы сюда приезжаем и пользуемся вашими мудростью. Молодцы, мы сюда приезжаем и пользуемся вашими мудростью. Игорь Михайлович. Главный. Нояков, посреди учеников твоих пришел. Испаси мир дая им. Иди к нам и спаси нас. Слава Господу, Сыне Святому Духу. И ныне, и присно, и вольте веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший, Владыка, благослови. Благословен Бог, милый и питая нас от своих богатых, даром своим благодатью и человеком людям всегда, ныне и прислать. И вовеки веков они спалят тебе, Господь. Вам маленький вопрос. Вы знаете, почему для Златоуса так ополчились епископы? А виноват всего, кто ему заместитель был Прокл, тоже святой патриарх. Когда пришли, они там скрипят друг на друга. Он говорит, Владыка, жезлом твоим этой пазы прогони ты их. И они это простить уже не могли. У тебя не просто, Владыка, жезлом, а ты должен, чтобы они боялись. Это хорошо. Любили и боялись. Епифалий премудрый, он же участвовал в усыгнении в Златоусе. И Златоусе ему сказал, не доедешь до своего города. Епифалий говорит, а ты не найдешь до конца ссылки. Его пророчества исполнились. Но Епифалий-то был еврей. И он болел, на корабле плыл. И один матрос проходит мимо, он говорит, не искушайся. А он уже на спорт взял. Обрезан или не обрезан, не вреет. Его выставили гроб на палубу. А тот решил поднять полок. Он уже мертвый лежит. Он как дал ему ногой, это он отпал в дугаспой. Епифалий, это житие написано его. Так что не надо ни над кем смеяться, ничего.